Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Сегодня у нас есть что обсудить от футбольной победы до каратистских турниров. От состояния памятника героям войны 19-го года до варварского расхищения песка в Спасском районе. От подготовки к предстоящим праздникам до репортажа о житебытье рязанских стариков. Теперь коротко о главном в программе. Мы победили. Рязанский футбольный клуб «Звезда» на своем поле обыграл сильнейшую краснодарскую команду «Кубань». За державу обидно. Наши авторы проверили народную информацию о том, что вокруг памятника героям 19-го года в Рязанском Кремле неприглядная обстановка. Помочь Ужалью жители Спасского района обратились в прокуратуру с просьбой посодействовать в прекращении незаконной добычи песка неподалеку от села Ужалье. С наступающим! Рязань готовится к грядущему празднику – Дню Народного Единства. Начнем со спортивной сенсации недели. Это победа рязанской «Звезды» над Краснодарской «Кубанью» в 1-16 финала Кубка России по футболу. В этот четверг наши вырвали победу у действительно очень сильной команды. Это напоминало голливудский боевик, когда хорошие парни из последних сил все-таки лупят плохих. Ну, конечно, команда «Кубань» отнюдь не киношные негодяи, вполне симпатичные ребята, но аналогия просматривается. Рязанский нападающий Егор Ларионов открывает счет на 35-й минуте встречи. На трибунах восторг и ликование, хотя все понимают, несмотря на успешные начала, шансов удержать разрыв почти нет. Слишком сильны краснодарцы. Опасения оправдались. Во втором тайме «Кубань» отыгрывает один мяч после удара парагвайца Лоренцо Мельгарехо. Затем нарушение с нашей стороны, пенальти и второй гол в ворот рязанцев, кажется, ставит точку в вопросе, за кем сегодня останется победа. Но ситуация меняется. Гости в какой-то момент играют грубо и пенальти назначен уже в ворота «Кубани». Удар исполняет Артем Сиваев, не оставляя шансов вратарю гостей. 2-2 и полчаса дальнейшей острой борьбы, не принесшая результата ни одной из команд. По правилам, если встреча заканчивается в ничью, следует серия пенальти. Она и должна выявить победителя. Это было уже большое достижение рязанцев – не проиграть в основное время команде премьер-лиги. Трибуны рязанского стадиона «Спартак», на поле которого проходил матч, ликуют, что принесет серию штрафных. Здесь-то и может случиться оно – спортивное чудо, которого так ждали рязанские болельщики. И оно произошло. Наши забили четыре мяча. А вот от краснодарской команды спортивное счастье отвернулось. Один пенальти отразил наш вратарь Виталий Яковлев, а другой – перекладе на ворот. Общий счет матча 6-4 в пользу «Рязанской звезды». Если честно, ну как сказать, я уже чувствовал, что мы выиграем еще сегодня. Просто, ну, повезло нам. Но мы хорошо играли очень. Хотелось очень выиграть. Хотел порадовать своих близких. Сейчас у меня ребенок приболел, у него температура. Хочу ему пожелать, чтобы он выздоровел быстрее, не смог прийти сегодня. И любимые свои тоже. Потому что я, ну, чувствовал, что если забью гол, то это придаст эмоции, как бы, ну, команде. К другим темам. В ближайший понедельник Россия отмечает День народного единства. Сейчас понятие «единство народа» звучит особенно остро. Тем более после событий в Бирилево, показавших, что до единства, в обычном понимании, нам еще очень и очень далеко. Многонациональное государство, организм сложный. Удерживать его в равновесии задача труднейшая. А уж принимая во внимание глубоко укуренившуюся у нас коррупцию и неуважение к законам собственной страны, кажется, что о народном и особенно национальном единстве в России всерьез и говорить не приходится. В этот четверг патриарх Кирилл произнес речь на открытии 17-го Всемирного Русского Народного Собора. Тема которого «Россия как страна, цивилизация, солидарное общество и будущее российского народа». Вот фрагмент выступления патриарха. Симфония этносов, которая придает нашей цивилизации неповторимый облик, невозможно без участия в ней русских. Диалог народов, призванный внести гармонию в межнациональные отношения, не достигнет цели без присутствия в нем русских голосов и русского фактора. Полагаю, что собор является достаточно зрелой и влиятельной организацией для того, чтобы представлять русский народ на площадках межнациональных дискуссий. Миллионы русских людей, дорожащие своей идентичностью, должны почувствовать, что их чаяния получают живой отклик, в том числе на бытовом, повседневном уровне, в том числе на уровне диалога с властью, которая должна быть голосом народной души, исполнительницей ее надежд, ожиданий, мировоззренческих предпочтений. В своей речи патриарх Кирилл сказал, цитируем, «Если позиции русского большинства и дальше будет игнорироваться, выигрыши останутся только разрушители России, провокаторы, не оставляющие попыток столкнуть лбами этносы и религии». А причину конфликта он видит в нежелании властей искать совместных решений проблем, чрезмерной миграции и связанного с ней криминала, а также в вызывающем поведении приезжих. Да, если бы это заявил кто из журналистов, то его, скорее всего, тотчас обвинили бы в разжигании национальной розни, но против слов патриарха вряд ли кто сможет авторитетно возразить. Продолжает программа специальный репортаж «Перекличка» о том, какие официальные мероприятия проходили в Рязани перед праздником народного единства. Начнем с брифинга губернатора. Губернатор Олег Ковалев после подписания документов о новых назначениях в правительство Рязанской области официально заявил об этом на брифинге, который прошел в зале заседаний. Я предложил в качестве руководителя контрольной счетной палаты Валерия Витальевича Иронова и внес в кандидатуру в Думу. Дума поддержала. Я считаю, что Валерий Витальевич один из честнейших, порядочных и глубоко разбирающихся в вопросах экономики, финансов специалиста. Андрей Дмитрий Владимирович, министр сельского хозяйства и продовольствия, получает статус зампреда правительства, тюрьм министра сельского хозяйства и продовольствия. Таким образом, получив должность заместителя председателя правительства, наши министры повысили свой статус уже на федеральном уровне. Решение по каждому из новоиспеченных зампредов было обосновано губернатором. Заместителем председателя правительства, также внесена кандидатуру в Думу Ахмедов Шоват Булхатович. Вы его все хорошо знаете. Он эффективно руководил в течение ряда лет министерством транспорта и автодорог. Значит, очень пользуется авторитетом, в том числе и на федеральном уровне, соответствующих ведомствах. Человек, имеющий строительное образование, он закончил Самарский инженерово-спроительный институт имени Микояна, работал военным строителем, теперь он работает в дорожном комплексе, хорошо знает и дорожное строительство, и транспортную тему, и в целом стройку знает. Принято говорить, что человек, который знает стройку, всегда разберется в жилищно-коммунарном связи. Поэтому у него такой термоядерный блок будет в кураторстве. Это автодороги, транспорт, строительство и ЖКХ. Далее, уже в торжественной обстановке, Олег Ковалев передал паспорта граждан Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста, школьникам. Проведете свои коллеги, и вы тоже станете полноправными участниками этой большой, серьезной, нужной и важной работы. А сегодня вы делаете свой первый шаг по путеву в русскую жизнь. Получайте государственный паспорт гражданина Российской Федерации. Что я могу пожелать? Берегите и цените свой главный жизненный момент. Проведете уважение к паспорту граждан, проведете любовь и уважение к своей родине. Гордость за принадлежность граждан Российской Федерации. Сейчас намерщие родители, ведь они очень нас любят и всегда поддерживают. Спасибо вам за это огромное. Еще мне бы хотелось поблагодарить наших учителей, ведь они являются нашими главниками на пути достижения наших целей. И, конечно же, я не могу не высловить своей благодарности нашему политику, которая создала все условия для нашей жизни, успешной учебы и развития наших наркотиков. Спасибо. Это гордость, это приятно, что ты теперь полноправный гражданин такой великой страны, как Россия. И теперь мне нужно доказывать, что я достоин быть гражданином. Но и в завершении официальных торжеств в преддверии Дня народного единства губернатор наградил отличившихся жителей нашего региона. Награда – это всегда приятно и неожиданно. Но шли, долго шли, конечно, в образовании 34 года, из них 32 года директором школы. Поэтому долгий путь до награды. Также сегодня в преддверии Дня народного единства в Рязани торжественно открылась областная доска почета. Слово моему коллеге Глебу Галушкину. В Рязани вновь открылась доска почета. Как и прежде в советские времена, на ней размещены передовики производства. Всего 60 человек. Это работники промышленности, аграрного сектора культуры и спорта. Также награды получили и турновые коллективы. Открывал областную доску почета губернатор Олег Ковалев вместе с почетными жителями города Рязани. Областная доска почета установлена на площади Победы рядом с Вечным огнем. Кстати, некоторые награжденные уже не в первый раз признаются передовиками. Сейчас я сравниваю ощущения тогда и сейчас. Тогда был молодой, романтический. Такой, знаете, романтик был, но немножко гордость была такая. Сейчас немножечко мудрее, наверное, стал. И, знаете, по-другому немножко осмысливаю это. В целом, жители области, пришедшие на торжественную церемонию открытия доски почета, считают, что подобные мероприятия поспособствуют повышению престижа труда в обществе. И еще немного о праздниках и памяти народной. На этой неделе наши авторы проверили народную информацию о неприглядном состоянии места, где находится недавно открытый в Рязани памятник участникам войны 12-го года. Стоит монумент на территории Кремля. Сам он красивый, представительный. А вот вокруг него что-то не все, ладно. Выяснилось, что вокруг самого памятника творится такой беспорядок, что не то, что подходить к нему. Смотреть в его сторону неприятно. Впрочем, сами видите. Как-то трудно здесь будет во время предполагаемых экскурсий говорить о подвигах предков и нашей благодарной памяти о них. Разноцветные граффити на неприглядных стенах старого здания, обвалившийся от тонны мусора забор и слова Сергея Есенина о родине, написанные мрачной черной краской. И этот беспорядок наблюдают как сами рязанцы, так и гости города, приехавшие на экскурсию, полюбоваться кремлевскими красотами. А, допустим, придут школьники почтить память павших при Бородино. Разве учителя они будут слушать? Отнюдь. Картинки граффити гораздо ярче. И не отвернется ли стыдливо турист, увидев монументы в обрамлении кучи мусора и хлама? Не хочется прослыть и ванами, не помнящими родства. Ой, как не хочется. Потому и ставим памятники, потому и чтим воинов прошлого, их подвиги и заслуги. Но не так же все это надо делать. Не спустя рукава и не на уровне, а вось так сойдет. Что-то с нами не так, что-то не то мы делаем, не так живем, не так относимся к великому прошлому. И от этого очень горько становится. Вы смотрите информационно-аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить итоги недели. Вот что вы увидите во второй ее части. Помочь Ужалью. Жители Спасского района обратились в прокуратуру с просьбой посодействовать в прекращении незаконной добычи песка неподалеку от села Ужалье. Рэй Хаджиме. Самые маленькие каратисты региональной федерации стилевого карате открыли новый сезон работы школы. Продолжаем программу. На этой неделе жители села Ужалье, Спасского района обратились в нашу редакцию с просьбой поддержки. Дело в том, что неподалеку от села ведутся незаконные разработки песка. Помимо того, что они идут вопреки действующим нормам, что установлено при проведении недавней министерской проверки, песчаный обрыв карьера грозит оползнем, который может разрушить часть дороги возле Ужалья. Вот что нам удалось узнать к концу этой недели. Местные жители села Ужалья борются с незаконным вывозом песка. Причем его разработки ведутся таким образом, что под угрозой обрушения оказываются жилые постройки. А враг расширяется именно в сторону деревни. Напуганные сельчане стали обращаться в органы власти. В середине октября сотрудники Министерства природопользования и экологии Рязанской области провели проверку и установили факт самовольного пользования недрами. Даже составили протокол об административном правонарушении. Однако, по словам местных жителей, работы по вывозу песка отнюдь не прекратились. Иногда машины могут встать возле дома и долго стоять непонятными каким-то фактором. Может, они технику ждут, может, они угрожают. Рядом с водителями частенько сидят сопровождающие, вероятно, для разрешения каких-то конфликтов. Ну и по внешнему виду, если вот сельчане иногда просят остановиться, объяснить ситуацию, кто они, откуда, ну, в буквальном смысле, не реагируют, ведут себя, ну, как бы, нагло, ну, буквально, как бандиты 90-х, кажется. По словам местных жителей, территория в окрестностях села Ужалья имеет археологическую ценность. Эта местность числится на археологической карте России. И любые раскопки здесь прежде всего должны вести историки и археологи. Расширяющийся песчаный овраг также угрожает и здешней дороге. Возможно, что если незаконный вывоз песка продолжится, то по ней вскоре не сможет проехать ни сельскохозяйственная техника, ни многочисленные туристы и рыболовы. Ведь место здесь, по словам старожилов, в прямом смысле слова рыбное. Чтобы спасти первозданную красоту и остановить разграбление песка, сейчас жители села Ужалья собираются обращаться в прокуратуру. Проблема у нас не только у старых, но и у малых. Ситуация с яслями для малышей в Рязани далеко не из лучших. Да, открываются детсады, формируются новые места, и в перспективе дальнейшие позитивные движения. А вот с яслями пока, что называется, не очень. На днях, по просьбе наших зрителей, ситуации с детсадами и яслями выяснял Глеб Галушкин. Проблема устроить в ясле своего малыша для рязанских родителей по-прежнему стоит очень остро. Совсем недавно, с сентября этого года, прием заявок на места в детские учреждения через интернет начал многофункциональный центр муниципальных услуг на улице Почтовой. Найти этот сайт можно, посетив в сети страничку городской администрации. Впрочем, не все так просто. Родители жалуются на постоянные изменения в очереди. По всей видимости, она растет из-за увеличения числа льготников. Судя по информации сайта МФЦ, по-прежнему не хватает мест в детских садах, а особенно в яслях. Практически в каждое дошкольное учреждение количество желающих попасть в ясельные группы превышает число свободных мест в разы. Я тоже записывалась, мы были 60-е, а льготников там уже 100 человек. А, то есть уже 160-е. Ну, получается, да, там подтвержденные, неподтвержденные, но... Кстати, об этой проблеме недавно заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он назвал недопустимым создание новых мест в детских садах за счет сокращения ясельных групп и предложил привлекать для разрешения таких ситуаций прокуратуру. По официальным данным, сейчас при комплектовании дошкольных учреждений в Рязани приоритет отдается детям от трех лет и старше. Возможно, что это и правильно, но как быть родителям, у которых дети еще не достигли этого приоритетного возраста? Также чиновники из Рязанской городадминистрации честно признались, что потребность в предоставлении мест совсем маленьким детям сохраняется. Ведь в городе сейчас функционируют лишь четыре учреждения для детей раннего возраста и всего около 50 групп для детей от двух до трех лет. На этой неделе рязанские наркополицейские подвели итоги очередной операции МАК-2013. Ее специфика состоит в пресечении распространения растительных наркотиков. За время проведения МАК-2013 года возбуждено более 230 уголовных дел, составлено 145 административных протоколов. Как выяснилось, больше всего криминальные травки деляги хранят на периферии, а именно в Касимове, Михайловском и Захаровском районах. Так, в деревне Напольные выселки Михайловского района задержали жителя Московской области, который хранил в доме более двух с половиной кило марихуаны. Запаковал товар ранее судимый 46-летний мужчина грамотно, со знанием дела, можно сказать, с любовью к творчеству. Наркотик был спрятан в двух полимерных баках со всеми мерами предосторожности. Чуть отстал от подмосковного жителя под тоннажу Касимовский узбек. Урожень с южной страны заховал в подвале мешок с марихуаной весом в 2 килограмма 100 граммов. А в Захаровском районе житель села Безлычное сунул в холодильник не сосиски-сардельки, а пару пластиковых бутылей с гашишным маслом общей массой почти полкило. Все это весьма и весьма крупный размер, а потому наказание для любителей криминального сельхозпроизводства будет сурово. Продолжать программу очередной репортаж из цикла о семьях хороших. Напомним, это совместный проект нашей телекомпании областного министерства социальной защиты населения. Он выходит при поддержке регионального правительства. Олеся Харлина привезла материал из далекой Ермиши, где не каждый корреспондент и бывал глубинка, что и говорить. Однако и там люди живут отнюдь не скучно, радуются природе, занимаются спортом, влюбляются, создают семьи, рождают детей. Да не одного другого, а поболее. А главное, любят и берегут друг друга. Сегодня у Насти по расписанию выходной. День, когда тренировочные атрибуты стоят в сторонке. Но специально для нас она с удовольствием демонстрирует, как примерно проходит ее занятие в это время года. Она у меня старательная, очень ответственная, учится в отличном школе. В семье Медниковых трое детей, а все вместе они справедливо называют себя настоящими физкультурниками. Одних кубков, медалей и грамот не счесть. Своего набора лыж пока нет только у самого маленького ее члена Васи. Вот это первый самый наш кубок. Мы заняли всей семьей. Вот ездили мы в год семьи, стартуют семьи. Вот, были мы в Москве, точнее сказать, в Подольском районе. В самом семейном соревновании папа, мама и я они принимали участие несколько лет подряд и ни разу не остались без приза. Когда старшие дети подросли, говорит Мария, стали добавляться кубки за личное первенство. И когда только все успевают, и плавание, и велоспорт, и лыжные эстафеты, Настя в свои 14 уже чемпионка области. Да, это все мое. Я занимала их как в индивидуальных гонках, так и в командных. Вот, например, вот это первое место. Еще тут несколько таких медалей мы занимали вместе с девчонками. На закрытии сезона бежали три этапа по три километра. Родители этих замечательных детей познакомились еще в институте. В Великих Луках мама осваивала легкую атлетику, папа – лыжный спорт. Как говорят они сами, сначала подружились общие друзья, а уже на третьем курсе они приняли решение никогда не расставаться. Мы живем только нашими детьми, можно так сказать. Во всем их поддерживаем, стараемся. На работе даже по-маленькому соскучиваешь, приходишь, он всегда подходит, обнимет, там поцелует. Кстати, большая семья не в пример другим мужчинам папина заветное желание. Такая вот у меня задумка с детских лет, или как сказать, мечта была, чтобы в семье было трое детей. Их старший сын Дмитрий в этом году заканчивает школу. Он кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. Гордость семьи Медниковых. Недавно принимал участие в зональных соревнованиях в Твери. В день съемок он как раз был на важной тренировке. Главное, я думаю, что это не финансовая сторона, а именно вот это вот душевное, моральное, чтобы хватало каждому ребенку внимания и понимания от родителей. Самая главная ценность в этой семье, разумеется, кроме детей взаимопонимания, набор лыж и спортивных атрибутов. Только программный минимум на одного человека четыре пары. Новые, еще не еженые. Вот это вот ему совсем недавно покупили. Классические лыжи. Мы еще даже крепления не установили на них. Впереди новые соревнования и можно сказать, что это редкий случай, когда семья сразу укомплектована и участниками, и зрителями, и наставниками. Остается только пожелать им удачи. И в завершение о спорте в минувшую субботу региональная федерация селевого карате провела традиционное осеннее первенство среди детей. Начало нового тренировочно-соревновательного сезона после летних каникул руководство федерации всегда доверяет самым маленьким бойцам. Пока у них не все получается, хотя будущие потенциальные звездочки карате уже видны. Еще неуклюжие, не всегда собранные и сконцентрированные малыши-каратисты вдруг, как говорится, выдвигают из своих рядов резкого и точного бойца. Это было заметно уже на первом турнире. Оказалось, что дети некоторых 5-6 лет делают лучше, чем которые сейчас выступают с темными поясами, делают даже лучше. То есть, скажем так, ранние каратистские дети. И вот один мальчик показал хорошие результаты. Мы ему вручили желтый пояс. Плюс он подарок специально получил. Да, есть на кого стоит посмотреть. Это, в принципе, хорошо. Сенсей подчеркивает, ставка всегда должна делаться на детей. Во-первых, это будущее карате. Если еще недавно оно начиналось с 12-15 лет, то теперь в залы приходят четырехлетки. Пришлось трансформировать и систему преподавания с учетом особенностей уже детского, а не подросткового организма. И первые соревнования сезона – это детский турнир. Сегодняшние соревнования покажут, какой вектор направления мы будем выбирать, и каких ребятишек мы будем более сильнее натаскивать на то, чтобы выступать в более других соревнованиях. Например, в будущем у нас международный турнир и потом еще будет первенство города по детям. Турнир состоит из двух частей – формальной комплексы «Кота» и «Свободный бой Кумите». Понятно, что поединок сурово, но скорее заботливо ограничен правилами. Удар должен быть лишь обозначен. Его реальное, так сказать, донесение до тела – серьезнейшая ошибка. Поэтому Кумите идет насколько бескомпромиссно, настолько и безопасно. А пока малыши выясняют свои отношения, взрослые спортсмены готовятся к собственным турнирам. Мы сейчас готовимся к международному турниру и кубу «Содружество». Мы сейчас будем взрослых направить именно туда. Президент федерации Рамиль Сакаев всегда подчеркивает, он не ждет, что все маленькие бойцы останутся в рядах команды. Такого не бывает нигде. Но каратэ – хорошая, общеразвивающая база для всех видов спорта. Уходят ребята в бокс, в гимнастику, в рукопашный бой, в легкую атлетику. И это правильно. У каждого в жизни испорти свой путь. А каратэ – все возрасты покорны. Поэтому многие состоявшиеся спортсмены других видов, закончив карьеру, вновь приходят сюда. Приходят, потому что, начав путь, надо пройти его до конца. Это закон жизни, закон каратэ. На сегодня все. Мы, авторы программы, поздравляем всех с наступающим Днем Народного Единства. Не так давно российские социологи провели опрос более чем в 40 российских регионах. Вопрос самый простой. Что за праздник отмечается в стране 4 ноября? Примерно треть опрошенных затруднилась с ответом, однако половина все-таки ответила День Народного Единства. И менее 10% будут отмечать в этот день праздник иконы Казанской Божьей Матери. Также каждый десятый опрошенный считает, что в ноябре страна по-прежнему отмечает День Октябрьской Революции. Ну, какой бы праздник каждый из нас не отмечал, всех поздравляем. Всем счастья и здоровья, всем добра и мира, будем едины в главном любви к родному Отечеству, вере в его могущество и надежде на лучшее. До встречи в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин